термин от латинского terminus предел граница слово или словосочетание являющиеся названием строго определенного понятия какой-нибудь области науки техники искусства и так далее что сейчас засчитал зачем засчитал это интрига вообще представьте я защит зачитал определение термина из общепринятой как в кавычках википедии википедия отличилась дала корректное определение термин википедии написано что это слово являющиеся названием строго определенного понятия определенного понятия это так сказать небольшая катастрофа для всех вот этих салатеевых которые пытаются вести неопределяемое понятие неопределяемое понятие определение термина как раз говорит про строго определенные понятия вот википедии написано что салатеев мошенник но вышел есть неопределяемое понятие . прямая в науке нет неопределяемых понятий вот те кто пользуется неопределяемыми понятиями. Это, ну, идиоты, двоечники позорные, несмышленыши, которые дурят в современную подрастающую молодежь. В старые времена, когда была классическая наука без придурья еще, это подумать никто не мог, что можно неопределяемые понятия вводить в науку. А сейчас эти шарлатаны везде прокрались. Так вот, в Википедии оказалось корректное определение термина. Ну, прям, есть надежда, есть надежда, что когда-то Википедия превратится во вменяемую тоже базу данных. Будем надеяться, будем чем-то помогать им постепенно. Здесь просто момент в том, что Википедию может редактировать любой желающий. Да. Ну, в принципе, есть вероятность, что эти жулики Саватеевы сейчас набросятся на определение термина. Но есть такая вероятность, что они просто подправят Википедию. Поэтому, ребята, это, как сказать, гонка на время, кто кого победит. Либо дебилы, человеческую цивилизацию победят. Либо человеческая цивилизация как-то этих дебилов отвердет в сторону и будет продолжать развиваться. Будьте любезны, простой опыт, демонстрирующий отталкивание. Алексей Зубарев. Ну, отталкивание как таковое мы можем во Вселенной видеть только на макроуровне, это галактики. А вот следующее из отталкивания, приталкивание, мы видим в реальности. И любой простой опыт. Луна обращается вокруг Земли. Мы это можем наблюдать. Это опыт наблюдения за Луной. Вот этот опыт доказывает, демонстрирует наглядно приталкивание, что Луна находится в равновесии. Если бы было прямое притяжение, Луна бы не находилась в равновесии. Вот это реальность. Это касается любых, вот яблоки на Землю падают, это приталкивание. Простой опыт, простой. Вот тут вопрос, может быть, с подвохом, где мы видим приталкивание. Ну, действительно, мы видим приближение объектов и как бы изначально не знаем за счет прямого притяжения или комплексного приталкивания. Но у нас же есть мозг, мы же можем пользоваться мозгом и понять, из-за чего это явление происходит. Даже есть хорошая такая наглядная анимация, шар на пружинах, поясняю визуально, что непонятно за счет каких сил это явление обеспечено. Но дальше простые вычисления. Если прямое притяжение, то невозможно существование тела, невозможно. Яблоко не может существовать. Там в прямом притяжении обязано все схлопнуться. Вот было яблоко, и ничего, точечка, ничего. Вот земля такая, солнышко, мы получаем пустую вселенную, где все обвалилось само в себя. Потому что основные силы, за счет которых держатся наши объекты, физически существуют, они должны быть чем-то обеспечены. Но вот вся вселенная может либо на притяжении, либо на приталкивании существовать. Если чисто технически, ну невозможно это прямое приталкивание, пора бы уже успокоиться. Андрей Зубарев. Прям вот так жестко. Забывайте про прямое притяжение. Вас обманули. Просто жестко обманули. Права версия Ломоносова. Версия Ньютона несостоятельна. Жорж Семенон, по вашей логике, и магниты должны слипнуться с бесконечной силой. Жорж Семенон, да. Если бы наша вселенная была бы построена на силах прямого притяжения, то мы бы имели мир такой, какой бы имели. Если получается по расчету, что график уходит в бесконечность и дает бесконечную силу, то мы бы и получили бесконечную силу. Чего удивляться, да? В этом мире мы не получаем бесконечную силу от двух магнитов. А в том бы и получали. И что? В том мире бы не только магниты, даже не магниты, бы слипались с бесконечной силой. Просто два кусочка массы слипались бы с бесконечной силой в мире, построенном на прямом притяжении. Это без вариантов. Вы удивляетесь вот каким-то простым вещам. Вот если бы посчитали 2 плюс 2 равно 4, и вы удивляетесь. А, в вашем мире 2 плюс 2 получалось бы 4. Да, получалось бы 4. И только вот чего этому удивляться? Это реальная вещь. Если вы посчитали силы и получили результат, чего вы удивляетесь этому результату? Вот это научный метод. Он позволяет нам определиться, в каком мы мере живем, что происходит, какой закон физики корректен, какой просто выдумали по ошибке. Удивление лекопитающее. 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон»